Жителям Даугуфилса хорошо известен каменный особняк на улице Номитню. Здесь с 95-го года был центр русской культуры. Но в народе этот дом более известен, как дом Калистратова. Милетик Калистратов родился 15 мая 1896 года в семье старобрядцев. Семья жила мелкой торговлей и сдавала комнаты в наем. После смерти отца от рака и так неважное состояние семьи стало совсем критическим. У матери не было денег учить детей. С малых лет мальчик начал помогать матери в хозяйственных делах. В ноябре 1920 года на Вселатвийском съезде старобрядцев Калистратов был избран членом Центрального комитета по делам старобрядцев в Латвии. С 1920 по 1922 Милетик Калистратов представлял русскую общину в Даугупилской городской думе. А осенью 1922 года был избран депутатом первого сейма Латвии по списку старобрядцев. Уже в первом сейме молодой депутат показал себя как защитник русского языка, русского образования и крестьянства. Не случайно в 1925 году он вновь был избран депутатом, уже во второй сейм. В совершенстве владея латышским он с трибуны сейма выступал на русском. В это время он добился по сегодняшним меркам невозможного. В некоторых местах Латгалии русский законодательно получил статус официального. Благодаря его вмешательству удалось предотвратить конфискацию государством православных и старобрядческих храмов, сохранить государственные субсидии для Рижского театра русской драмы, построить в Даугупилсе богодельню для неимущих и одиноких стариков на государственном обеспечении. В 1926 году с его подачи правительство выделило огромную по тем временам сумму на завершение строительства старобрядческого храма Рождества Пресвятой Богородицы и святителя Николы в Даугупилсе. Став депутатом третьего сейма, Калистратов принимал активное участие в формировании бюджета, предлагая увеличить финансирование русским школам и пособия бедным ученикам. К нему часто обращались за помощью крестьяне, и он не отказывал в консультациях, пытался всяческий раз помочь. Не случайно русская Латгалия проголосовала за него и на выборах в 4-й сейм, последний, довоенный. В это время Калистратов работал над созданием отдельной политической русской трудовой крестьянской партии. Однако этот процесс был прерван государственным переворотом 15 мая 1934 года. Самое удивительное, что когда к власти пришел Карлис Ульманис и сейм был разогнан, Калистратова упекли в концлагерь под Лепаей. Посаженных в концлагерь без суда и следствия политиков потихоньку выпускали. Милетик Калистратов был освобожден одним из последних. Его политическая карьера была уже закончена. Вплоть до 1940 года бывший депутат продолжал работать простым учителем. После установления советской власти его назначили директором русской школы в Даугавпилсе. Летом этого же года он в очередной раз был выдвинут кандидатом в депутаты сейма, уже нового, советского. Казалось, жизнь возвращается на круги своя. Однако в августе незадолго до начала учебного года Калистратов снова оказался в тюрьме. Назад он уже не вернулся. Попавшим в черные списки НКВД дорога была только одна – к стенке. Суда над Калистратовым не было. В архивах сохранилась лишь справка – административное решение со скупой пометкой – расстрелять. В августе 1940 года Милетий Архипович был задержан НКВД. Он содержался в Даугавпилской крепости. 23 июня 1941 года Милетий Архипович был расстрелян. Предположительно, в этом месте. Милетий Архипович Калистратов является примером политика, который боролся и добивался расширения прав русскоязычных в Латвии. Для меня, как для жительницы Даугавпилса и члена Русского союза Латвии, Милетий Калистратов – ключевая фигура времен Первой Латвийской Республики. Политик с большой буквы.